Слышишь, Галя, а что ты вот это, я все время думаю, а что ты вдруг архитектором был? Ты красива рисовала, ты красива, ну чертежи делала. Столько лет прошло, Света сейчас подумала. Спасибо, что ты архитектором, да. Я, во-первых, нет, я вначале, меня, я всегда была, я любила, я хотела вообще-то стать медиком. Вот было хорошо, потому что ты любил врач, что он подал. Я так и думаю, вот я почему, и у меня вопрос возник, ну это, моя мама ликорка, а здесь не зря назвал меня. А я все называла, моя мама ликорка, и они его спрашивают в школе, а кто твоя мама? Ну-ка, дайте, моя мама ликорка, он как валил, мы его в каницу развивали, она всегда лично. А учительница и спрашивает у него, а ты что, это, врачом работаешь? Да нет, 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 во-первых, у меня учительница спрашивает, говорит, все время, говорит, мама и мама Люба, что он мне, а он сказал, говорит, у меня две мамы. Так что, говорит, правда две мамы? Он говорит, у вас какой-то странный мальчик. Странный мальчик, да. Такие вещи нам рассказывает, что у меня есть мама и есть мама Люба, у меня две мамы, у меня две мамы. Я, говорит, вообще удивляюсь. Я говорю, правильно, ты когда первый раз он перешел в школу другую, я говорю, ну правильно, он меня называет мамой Любой, а мою сестру, говорю, мамой был, но его воспитывал до пяти лет. Ну, получается. И что-то про хитринский. Ну, и, значит, это самое, я хотела же всегда, я в школе, у меня, я сама пошила себе, помню, такую сумочку с крестиками, я санитаркой. Раньше, знаешь, в школе председатели были, звеневые, санитарки были, знаешь, санитарки были, проверяй, да, у дверей, у дверей стояли, проверяй, да, у двери стояли. Ну, это самые аккуратные были, чтобы воротник, обязательно посмотришь, воротник не грязный, или, и в голову, что же там вот посмотрели, вот, давайте, что мамой там бить. Четвертого класса, и потом мы такие были, и я была санитаркой, и я сама себе выброшу, я буду санитаркой. Потому что там можно было, у меня с гневой, а я говорю, нет, я буду санитаркой. Я себе пошила вот такой, из белой, помню, это самое, и крестик сюда, красный такой крестик, как санитарка. И вот уходила, и все время я думала, что я буду, ну, я всем хорошо, я буду медиком, я буду медиком. Потому что мне очень нравится, что, потому что там птички, я их разрезала, эти птички, больные же, надо же лечить их. А они у меня все равно сдохли. Да, нет, лечить, много вылечивало. Ну, вылечивало, многих вылечивало, но ножку завяжет там, ну, клювик там поломался, она что-то там тоже его завяжет. Ну, и в общем, мы всегда смотрели, наблюдали, как Галя лечит разных-разных животных там и вечно. Айболит, айболит. Айболит там была, это точно. А помнишь, сколько мы вылечили? Да, сокол. На лопату, крылья были поломаны, а надо было что-то. А потом чайку раз принесла. А чайка-то где луку сейчас взялась? А мы ездили, и чайка бегала по бережку, не могла уйти. Не, мы не на водоле, мы были в другую сторону, мы, по-моему, на были. Мы тогда все вместе, когда ездили, отдыхали. А ты какой-то жак какой-то был, да? Нет-нет, канал был. А канал был? Мы на канал ездили. Большой какой-то. И вот мы там, и там чайка по берегу бегала там, и забрали ее. И я тоже ее лечила, лечила. Так она уже все, почти вылечила. Да, только наш сосед же палкой залез, там, и его докан. А я пока на работе была. Это ж я уже на работе была, уже такая взрослая. Мы эту чайку. Ну, не в этом дело. А потом, а я еще в школе очень любила рисовать. Я помню, в первом классе, нет, но во втором, наверное, классе, я нарисовала. Помнишь, такая картина была, это самое, там мышка, домик, что-то мышка. Еще к этому стиху, тогда еще мультфильм даже мы видели. Огуречек, огуречек, зеленый, что-то такое. Я веселый огуречек, не боюсь глубоких речек, не боюсь зубастых крыс, а боюсь я только мышек. Вот это и это самое, вот это и самое была картина. И там, значит, домик такой красивый, и мышка бежит, и это самое. И вот это я первое нарисовала. Мама была, вот как я, Тарасов тоже была удивлена, что он юморист такой, пришел первый. Точно так же и мама. И она всем, я помню, показывала. Вот вы посмотрите, как нарисовала, говорит. Так я все время так вот нарисовала. Я любила рисовать, просто сама себе так всегда рисовала. А это где-то, наверное, в седьмом или в восьмом классе. Мы стенгазеты делали. Вот, потому что мы все время стенгазеты. Я испортным занималась, а еще была стенгазета, выпускали мы эти стенгазеты. Активная, короче. Я на стенгазете всегда писала стихи. Ну да. А я рисовала. Вот эту вот стенгазету надо было оформить. Они вот напишут, кто-нибудь стих нарисует, там статьи какие-то были. А это надо было оформить, красиво нарисовать. И вот это вот я этим занималась. Редактор писательный. Редактор. Внизу обязательно редактор. Свои имя и фамилии, значит. И вот это вот мы редакторами. Я была редактором. Редактором газеты. А потом где-то, наверное, в девятом классе к нам пришли с Института Архитектурного, Самарканского Архитектурного Института, чтобы чертежи сделать. Нет, даже это в десятом классе. Это точно в десятом классе. Мы еще учились. И я помню нас Юга-Женька и я пошли туда. Нас пригласили просто. Они как бы как эгитировали. И в то же время проверяли все возможности, способности детей. И вот они нас пригласили. Я помню, я и Юга-Женька. Мы пошли туда. И мы нарисовали. И нам потом пришло. Ну, мы нарисовали. Нас повезли. Мы там нарисовали. Чертежи. Вы там возили? Нет. Ну, Кусе. Там только Самарканда приезжали. А. Самарканда приезжали вот эти вот там комиссия какая-то. И они вот это организовали. Самгасси, выпускников. То есть учеников десятых классов там они собирали. И мы, я помню, зал такой большой. И вот там мы все сидим. Нам в начале рисования было там. В начале было рисование. Там поставили, по-моему, бюст Аполлона или чего-то. Там такое вот это вот надо дали это рисовать. А еще там что-то, какую-то фигурку. Я, ну, я это уже не помню. Я только помню, что это бюст. Я еще тогда боялся. Думаю, я, наверное, не смогла нарисовать. Но лучше, ну, как-то нарисовала, видимо. А потом еще вот эти чертежи. На чертательной геометрии вот эти чертежи. У нас тогда черчение уже было. Ну, да. Вот. И вот это мы почерчение там нарисовали, ну, почерчили. Ну, и все. И мы пришли, учимся дальше. Мы же все там. Нас привезли. В общем, все уже нормально. Это же мой старт в городе, а нас в Новый год повезли же. Ну, и учили. А потом нам пришла грамота. Сан-Гаси. Она такая красивая, эта грамота. И она у меня еще дома, наверное, здесь. Я имею в виду, я в альбомочке ее. По-моему, это Сан-Гаси. Знаешь, она такая была так красиво оформлена. Ну, все-таки архитектура. Она там, наверное, красивая. Ну, на то время еще. На то время. Так это вообще была такая красота. Ну, и такая грамота. И приглашение, чтобы можно было разобрать. Я потом долго думала. Мне или в МЭД идти, или же в архитектурную. МЭД или в архитектурную. Я дошла в 10-м классе. Ну, а раз пришла уже вот это вот такое приглашение. Первый год поехала. Ну, и не поступила. Ну, а там уже был у меня уже азарт. Как это я не поступила? Ну, я на физике заваливалась. На физике. Но там тоже было обидно. У вас был семейный. У нас в МЭД Владимирович. Но мне было обидно. Потому что обидно было чего? Там поступали, кончили на золотую медаль. И они, значит, у них комиссия. Комиссия. Нет. Экзамен. Они стоят экзаменами. Я помню, они закон Ньютона, она не знает. Он говорит, скажите. Она сидит, плачет. А нам дали задачу решать. И я помню, что я решила эту задачу. У меня тройка. Поставили мне тройку тогда за это. Это золотая медаль. Не знает закон Ньютона, ревет, сидит. И она поступила. А мы не. Это тоже несправедливость была. Я, видимо, тоже была. Ну, ничего. Но зато у меня была завтра уже. Как это я не поступила. Приехала домой. Давай по черчению, чтобы меня устроили где-нибудь на черчению. Это. А потом ходили мы в университет вечерние. Учились. Это мы физику и математику. Физику и математику. Там, правда, и химия была. Но мы на химии не ходили. Мы только на физику и математику. У нас физика и математику. Я математику-то нормально заняла, а физика, нам физикой было. И вот то мы ходили. Учились вечерами. Я, Югань, Женика и Басиитов. Они поступили. Они тоже все поступили. На следующий год я поступила. И они поступили. Они в летное поступили. А Басиитов-Строительон поступил. Женька в летное поступила. А я в архитектурную поступила. А ты не знаешь, где они? Ну что? Басиитова я знаю. Он уже долгое время в строительной организации работал, и Женька тоже влетная работала. В Нукусе. Ну я даже не знаю, где они. Они не в Нукусе были. Боисейкин в Нукусе. Потом приехал в Нукусе. Но вначале они не в Нукусе учились. Вот так ты, конечно, поступила? Вот так я поступила в архитектурный. Так я проучилась в архитектурном, да. Так бы, чтобы медик хорошо был. Лучше бы в медика, да? Хотела вот так, медицинские все лечила. Вот это вот. Тоже мы заболеем. Она и нас всегда лечит. И поэтому я все. Думаю, а чего она, правда, не пошла на медику? Всех зверюшек лечили. Я помню это... Как я это... Ну, правда, у меня тоже были проколы при лечении. Возьмутся вот таблетку, Саня сдохнет.